Беспрецедентный случай в Арзамасе. У городского депутата изъяли только что купленную квартиру в пользу государства. Как сообщает прокуратура, он не смог доказать законность ее покупки. Роман Лаптев вместе с женой купил двухкомнатную квартиру в Арзамасе за 2 миллиона 200 тысяч рублей. Прокуратура проверила доход народного избранника и пришла к выводу, что честно заработанных денег на такую покупку ему бы явно не хватило. Обратилась в суд и суд квартиру изъял. Депутат даже не успел начать там ремонт. Нашли главного Арзамасе коррупционера. Преподносится это как борьба с коррупцией. Вот поймали очередного депутата, вот у него там дворцы, там особняки. Ну я не знаю, можно назвать особняк за 2 200? То есть у меня есть сомнения. Дворец, то есть ну тоже что-то как-то не тянет. Проводилась проверка соблюдения требований законодательства противодействия коррупции. Установлено, что депутатом Арзамасской городской думы приобретена квартира стоимостью более 2 миллионов рублей. При этом сумма сделки превысила общий доход депутата и его супруги за три последних года. Решением суда постановлено обратить квартиру в доход Российской Федерации. На покупку данной квартиры Роман Валентинович потратил, жена его, семья, одним словом, потратила материнский капитал. Другая сумма была предоставлена родителями, насколько я знаю, родственниками. Цифры складываются достаточно легко. То есть 2 200 куплена квартира, 750 получен кредит, материнский капитал порядка 450-460 тысяч. Оставшиеся денежные средства накоплены в период до депутатства, до периода, когда мы начали сдавать отчеты. У меня же была какая-то жизнь. Я откладывал, копил. Кто-то мне дарил деньги, кому-то я занимал. Обычная жизнь обычного обывателя. Законность доходов можно доказать лишь тем способом, что они должны быть задекларированы в налоговом органе и должны подтверждаться справкой о доходах. Прокуратура мне вменяет невозможность дохода за 10 лет накопить 200 тысяч рублей. То есть наша прокуратура, Розамаска, считает, что у нас гражданин в Нижегородской области не в состоянии, то есть трудоспособный гражданин, накопить супругой 200 тысяч рублей. Сама ситуация, она для меня какая-то не то что абсурдная, но беспрецедентная. Как можно понять, квартиру, которую приобретали семьей, вкладывали денежные средства, у них родился ребенок второй, они получили материнский капитал. Вот эта самая абсурдность именно в этом заключается. Все перевернулись ног на голову и вынесли такое решение, которое и детей лишает квартиры, и кредит, то есть остается не выплачен, то есть как бы ипотека, то есть как бы органы опеки были категорически против. Для меня загадка, как может быть, если в договоре купить продажи четко указывается материнский капитал в пропорциях, указывается доля детей, то есть если ко мне есть какие-то претензии, то дети-то денежные средства получили от государства, и доля у них выделена. И что тогда с материнским капиталом? Идет с 2015 года противостояние, по большому счету, внутри городской думы. И те люди, которые сейчас неофициально у власти находятся в городе Арзамас, они делают все негативное, чтобы разобраться с другой частью, грубо говоря, депутатов. После этого закона, который вот всех приравнял, что депутаты Госдумы, что депутатов Сельского совета, идет уже в течение года, то есть массовое, ну то есть как бы снятие полномочий депутатов, то есть привлечение уголовной ответственности. И это не всегда уголовная ответственность в части какая-то коррупционная составляющая. Какая может быть коррупция у нас, да, допустим, если мы не получаем заработную плату, мы работаем на общественных началах. Всякое бывало у нас в Арзамасе, и многое что мы между собой там политически, так скажем, выясняли отношения, но никогда не доходило до такого, чтобы отнимать квартиры. То есть мы просто сейчас на основании этого закона и, то есть вот нового тренда, то есть якобы какой-то борьбы с депутатами, то есть которые, собственно говоря, то есть мы с кем боремся-то? То есть мы такие же люди, то есть граждане, то есть страны, граждане области, то есть как бы и нас сейчас вычищают, то есть как бы, то есть прям косят, я бы сказал. То есть с каждым днем, и больше похоже уже на историю, как охота наловить прокуратуру. Арзамасский городской суд реально сделали прецедент на всю страну. Кстати, сейчас семья Лаптевых, а это сам Роман, его супруга и двое их детей живут в однокомнатной квартире, которая досталась им по наследству. Что касается изъятого жилья, то он будет обжаловать решение суда и доказывать законность покупки квартиры.